Ракета способна поражать цели на дальность до тысячи километров, то есть способна бить по Москве. То есть перед нами еще один шаг за красную линию. Пропагандисты на федеральных каналах продолжают восхищаться ходом специальной военной операции. Особенно российских телеведущих впечатляют достижения Путина в области демилитаризации Украины. К примеру, пропагандистка Скобеева сообщила своим зрителям, что в рамках демилитаризации Украине собираются передать новые американские дальнобойные ракеты, которые смогут добивать даже до Москвы. США заговорили о передаче дальнобойных крылатых ракет JASSM для применения истребителями F-16. Просто для понимания. Модернизированная версия этой ракеты способна поражать цели на дальность до тысячи километров, то есть способна бить по Москве. Как-то немного тревожно, да? Ну как, показали Украине настоящую декоммунизацию? Пентагон уже работает над решением, которое позволит Украине запускать ракету с ее истребителями. Понятно, что в момент передачи может произойти не прямо сейчас, но опыт нам демонстрирует все, что обсуждается в США, в итоге оказывается у ВСУ. Да, это тебе не танк армата, который уже 10 лет не может оказаться в вооруженных силах России. А помните, как все эти люди рассказывали, что никакой реальной помощи Запада для Украины не будет? Обманут, кинут, ничего в реальности не дадут. Теперь же они сами признают, что все, что США Украине обещали, все они в итоге передают. Как только эти ракеты передадут, Вашингтон снимет запрет на любые ограничения на удары по нашей земле. То есть перед нами еще один шаг за красную линию. Для чего это делается, тоже, наверное, понятно. Конечно, понятно. Это просто такая демилитаризация. Песков же ясно сказал, демилитаризация Украины практически окончена. Ну вот, это она и есть. Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начания специальной военной операции. И, как вчера сказал Путин, одной из задач было демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена. Ну, выполнена так выполнена. Все по плану. Просто по плану Путина у Украины в 2024 году должны были оказаться дальнобойные американские ракеты, которые достают даже до Москвы. Тревожны не только Скобеевой, но и Соловьеву. После начала боев в Курской области с ним явно что-то случилось. Внезапно Соловьев стал нахваливать украинскую армию и с уважением отзываться об украинских военных. За Курск надо отомстить. У подонков не должно быть никаких иллюзий. А всем тем, кто говорит, что враг слаб, деморализован, что у него ничего нет, прекратите врать. Маргарите Симонян вот сейчас обидно было. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина. Правда, когда Симонян все это озвучивала в студии, Соловьев почему-то не требовал, чтобы она прекратила врать, а наоборот смеялся и все это охотно поддерживал. Теперь же он отмечает профессионализм украинской армии и с уважением называет украинских военных крепкими мужиками. Мы можем показывать сколько угодно, как ТЦК гоняет людей, но при этом оно выполняет свою задачу и нагоняет достаточное количество в армию. А там это оказывается тоже крепкие мужики. Вот так уже не каратели и фашисты, а крепкие мужики. А что ж случилось? Уже никто чего-то не смеется над Украиной, не рассказывает про страну 404. Люди, которые вчера еще рассказывали весь этот бред про Киев за три дня, теперь буквально переобуваются в воздухе, на ходу меняют методички и отказываются от своих вчерашних слов, объявляя их враньем. То есть то, что вчера Соловьев говорил сам, теперь он называет враньем и говорит, не надо больше так врать, давайте говорить правду о том, что Украина реально сильная, украинская армия реально сильная. И вот на самом деле, чем бы дальше не закончилась эта война, мы никто не знает будущее, но можно с уверенностью сказать, что Украина уже добилась практически невозможного, то есть по сути развеяны все мифы российской пропаганды, которые утверждали, что Украина фейковое государство, там страна 404, Украины не существует, украинцев не существует, это не народ, он разбежится, не будет воевать. Да нет, украинцы существуют и воюют так, что россияне, которых больше, у которых было больше оружия изначально, ничего не могут поделать. Два с половиной года ничего не могут поделать. То есть Украина уже совершила подвиг, уже реально держится очень достойно. А вот Россия действительно опозорилась, потому что напала подлиннько, без объявления войны, изначально на более слабого, маленького противника. Насмехалась, рассказывала на всех каналах вот эти шапкозакидательские эфиры, о том, что мы сейчас там бровь поднимем, да, всех разгромим, покажем настоящую декоммунизацию. И все это вылилось просто в пшик уже два с половиной года. Ничего не могут поделать с Украиной, ничего в реальности не могут показать. Жалуются, ноют, стонут уже на своих телепрограммах, в своих телеэфирах, жалуются на ракеты, мямлят что-то про декоммунизацию, демилитаризацию, там, деноцификацию, которая якобы там то закончена у них, то не закончена, вообще непонятно, уже сами запутались в своем вранье. Выглядит все это максимально жалко, а Украина реально доказала, что Украина точно достойна уважения, и украинцы точно достойны уважения. Подписывайтесь на канал, друзья!